Валерий Седов В Рязани прошло заседание общественных советов федеральных партийных проектов. Три важных изменения. В третьем чтении депутаты Госдумы приняли поправки, которые касаются пенсионеров. Карантинные ограничения в регионе продлены до 7 июня. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов. В документе говорится о том, что режим самоизоляции продлен для людей старше 65 лет, при условии, что они не находятся в трудовых отношениях. Для работающих пенсионеров и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, режим носит рекомендательный характер. Заведением общепита по-прежнему запрещено работать с часа ночи до 6 утра, кроме обслуживания на вынос. До 7 июня продлевается особый режим работы стационарных организаций соцобслуживания. Все рязанские партийные проекты синхронизированы с национальными целями, обозначенными президентом Российской Федерации. Их главная цель – повышение качества жизни человека. Об этом губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил на заседании общественных советов, федеральных партийных проектов. На территории Рязанской области их 15. Какие главные, знает Максим Васильев. Историческая память – один из самых ярких проектов в Рязани. К сохранению памяти о значимых событиях в великих земляках и важных местах родного края партия власти относится весьма щепетильно. Впрочем, не менее важны и три других инициативы. Народный контроль, российское село с поддержкой аграриев всех видов, а проект «Здоровое будущее» и вовсе перешел в разряд базовых. Обеспечение качественной и доступной медицинской помощи – это одно из главных требований людей к обществу и к власти. И обратная сторона этой медали – это формирование мотивации к ведению здорового образа жизни. Нам необходимо все-таки людям доходчиво объяснять, почему они должны сами отвечать в первую очередь за свое здоровье. Ну и, конечно, в то же время нам необходимо профилактические мероприятия проводить постоянно и системно. Истина эта старая, но не теряет на своей актуальности. Болезнь легче предупредить, чем лечить. Всего партия власти в Рязанской области реализует 15 проектов. Историческая память – самый широкий по охвату. Его называют проект проектов. Бюсты, обелиски, музеи и местечково важные точки есть во всех муниципалитетах. Поэтому было бы неплохо закрепить каждый из них за какой-нибудь организацией. А в увековечивании местных героев России Рязанской области вовсе в лидерах. Рязанская область одна из первых включилась в подготовку плакатов, которые, в общем-то, олицетворяют каждого из ныне живущих и уже ушедших героев России. Ну, важным таким событием стало открытие бюста Романа Владимировича, Романа Владимировича Соколову буквально недавно. И во все, большинство школ сейчас отданы эти плакаты. Молодежную активность кураторы проектов намерены использовать в плюс, например, к народному контролю, подключат студентов вузов и профтехучилищ. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Проекты местных инициатив ежегодно приносят свои результаты. Очередными улучшениями территории поделились представители рязанских ТОС. Глава региона оценил результаты проделанной работы и поговорил с активистами о дальнейших планах по благоустройству города. Это аккуратная пешеходная дорога, ведущая к социально значимым объектам керамзавода, к школе, детским садам, центру детского творчества. Раньше представляла собой руины. В один момент местные жители всерьез обеспокоились не только за колеса детских колясок и своих каблуков, но и за свои жизни. Ходить по бетонным плитам рядом с неукрепленными стенами жители посчитали опасным. Там были плиты, лежали на разном уровне, и расстояние между плитами было сантиметров 20. Помимо плит с двух сторон росли деревья, то есть там было страшно вообще детей пускать. Потом тут вроде бы как-то один раз даже упала стена. Дети шли, когда эта стена упала, они видели, как эта стена упала. То есть если несколько секунд раньше, не дай бог, что здесь место случилось. И, естественно, начали заниматься этой дорогой. В 2019-2020 годах по инициативе активистов ТОС был подготовлен проект местных инициатив «Выполнение работ по благоустройству территории дорога в школу». В результате проект был реализован в рамках областной программы поддержки местных инициатив в два этапа. Оценить, насколько качественно были выполнены работы, смог губернатор региона Николай Любимов. Вы знаете, я думаю, что здесь как раз сами жители контролировали, как идут работы. Поэтому не прозвучало ни одной жалобы в плане качества работ. Думаю, что они каждый день могли просто смотреть, видеть огрехи какие-то и сразу же об этом сигнализировать. Самое главное, что они сами решают. Нужна дорожка, действительно это удобно для того, чтобы дети ходили, взрослые, даже бегать стали здесь спортсмены. Значит, мы эту дорожку должны построить. То есть поддержать инициативу. И в этом я вижу самое главное и достоинство, и преимущество программы поддержки местных инициатив. Потому что люди сами выбирают, что им нужно. А мы им просто в этом отношении помогаем. Здесь же теперь установлено освещение. А на следующем, третьем этапе благоустройства запланировано устройство пешеходной дороги в районе Музея вооружения и военной техники ВДВ. В настоящее время идет сбор финансирования. Такая продуктивная работа становится возможной благодаря совместной деятельности неравнодушных граждан. И для более продуктивного решения различных задач в 2019 году для ТОС «Михайловское шоссе» было предоставлено муниципальное помещение для осуществления установленной деятельности. Общественной приемной пользуются три комитета ТОС «Михайловское шоссе», «Энергетический» и «Улица Пойменная». Здесь люди объединяются для того, чтобы решать различные задачи для улучшения качества жизни. Своими наработками представители ТОС делятся с властями. Сами люди рассказали о том, что необходимо сделать здесь. Поэтому мы на эти просьбы и обратили внимание в первую очередь. Пешеходный переход, земля, которую пока еще не передала нам Минобороны, но обязательно передаст. Я уверен, уже мы добились в этом отношении хорошей слаженной работы при передаче дома, который тоже был проблемой для местных жителей, когда он пустовал. Сейчас это передано в областную собственность. Мы обязательно этот дом обустроим, дадим квартиры в первую очередь многодетным семьям, сиротам, то есть тем, кто в них в первую очередь нуждается. Наличие подобной приемной облегчает не только взаимодействие людей с властями. Здесь проводятся информационно-разъяснительные работы с населением и социально-культурные мероприятия для жителей. Комитет ТОС здесь же организует бесплатные кружки, рукоделие, кулинария, настольные игры, рисование. Для населения проводятся мастер-классы, а для самых маленьких создан кукольный театр. Кроме того, для всех желающих здесь каждый четверг работает библиотека. И это далеко не предел возможностей. И чем больше в нашем регионе будет подобных организаций, тем слаженнее, дружелюбнее и цивилизованнее будет наше общество. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». За выходные 56 пешеходов нарушили правила дорожного движения. По водителям автобусов статистика меньше – 8 человек. Такова часть сводки происшествий за выходные. Об остальном расскажем в нашем следующем сюжете. Авария с квадроциклом произошла в субботу 22 мая. 35-летний рязанец выехал на транспорте на грунтовую дорогу, где не справился с управлением. Квадроцикл опрокинулся, придавив мужчину. Он скончался на месте аварии. ДТП произошло в Рязанском районе, вблизи деревни Секиотова. 21 мая, примерно в 11.35, на 150-м километре автодороги Ряжск-Касимов-Нижний Новгород, 30-летний житель Касимовского района, управляя автомобилем ВАЗ-2107, по предварительной информации, двигаясь в сторону города Касимова, совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2107 от полученных травм скончался на месте автоаварии. По факту каждой аварии проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего. За пятницу и выходные на дорогах области зарегистрировано 11 ДТП, в результате которых 2 человека погибли и 11 получили травмы различной степени тяжести. В области произошло 84 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами ДПС ГИБДД выявлено более 12 тысяч нарушений правил дорожного движения, в том числе 31 факт управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Сотрудники госавтоинспекции напоминают водителям, что стоит соблюдать скоростной режим и следить за дорожной обстановкой. Пешеходам также нужно быть аккуратными. Например, если вы решили перейти дорогу по нерегулируемому переходу, то стоит выходить на проезжую часть после того, как вы оценили расстояние до приближающихся транспортных средств и их скорость. Только убедившись в своей безопасности, нужно переходить дорогу. Теперь поговорим об одной важной и, без сомнения, наболевшей теме – пенсиях. В третьем чтении депутаты Государственной Думы приняли поправки, которые касаются пенсионеров будущих и нынешних. Сам проект вступит в силу с 1 января 2022 года. О трех важных изменениях, которые ждут россиян, расскажем далее. Вводится беззаявительный порядок назначения некоторых пенсий. Это первое главное изменение. Речь идет про страховые и социальные пенсии по инвалидности и досрочные пенсии для безработных. Если раньше нужно было обойти несколько кабинетов с заявлениями, то теперь процедуру упростят. Досрочную пенсию безработным предпенсионерам будут назначать по согласию человека. Если же гражданина признают инвалидом, то надбавка начисляется автоматически с этого дня. Второй пункт касается льгот для ветеранов села. Их сохранят. Сейчас, чтобы получить надбавку к пенсии, нужно проработать в сельском хозяйстве не меньше 30 лет. Сумма небольшая, хотя звучит весомо 25%. В переводе на рубли это около полутора тысяч. Да и эта сумма сгорает, если человек уедет в город. То же самое происходит, если произойдет административное преобразование населенного пункта. А вот новая поправка призвана это исправить. Теперь во всех этих случаях надбавка сохраняется. Третий и самый любопытный пункт касается будущих пенсионеров. Их будут информировать о предполагаемой пенсии. Раз в три года мужчинам старше 45 и женщинам старше 40 будут приходить виртуальные письма счастья. В них укажут, какую пенсию получит человек в будущем. Конечно же, расчет будет примерным. Он будет исходить из накопленных баллов и текущих доходов человека. Сам расчет также можно получить в любом отделении пенсионного фонда. Стоит отметить, что подобная практика действует во многих развитых странах. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что, цитата, «такое информирование позволит гражданину оценить имеющиеся пенсионные права и при необходимости скорректировать собственную модель поведения». Конец цитаты. Например, те, кто получают зарплаты в конвертах, смогут понять, как сильно это бьет по их будущей пенсии. Валерий Седов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова